С раннего утра Самые маленькие жители Эвенского села Тополина С удовольствием идут в свой детский сад Детский сад Олененок был открыт в 1993 году По инициативе родителей и педагогов Как детское учреждение на 45 мест С изучением родного эвенского языка По своей уникальной методике Сегодня садик посещает 75 детей Начиная с ясельного возраста Все здесь говорит о любви и уважении К языку и культуре своего народа Начиная со стен, красочно разрисованных Самими педагогами И заканчивая ежедневным Утренним исполнением песни На оленском языке Детский сад Олененок был открыт в свой детский сад И на оленском языке Майя Иннокентьевна Ефимова приехала в Тополиное после окончания училища по распределению. И так и осталась здесь, искренне полюбив красивый край, ставший родным домом. Педагогический стаж у нее составляет 38 лет. И сегодня к ней приводят своих детей и внуков первые ее выпускники. Майя Иннокентьевна Тепло вспоминает своих первых коллег – Наталью Петровну Петрову, Надежду Егоровну Симухину, с которыми начинала работать и учить эвенский язык. И вот мы несколько раз собирали всякие семинары, обсуждали вот эти вопросы, как правильно нас научить детей этому разговору нашему национальному. Очень долго мы над этим трудились, работали. И вот все-таки решили мы с коллективом и Наталья Петровна, Катерина Гавриловна взяли и составили наш свой тампонский, как бы уже национальный словарь. Словарь, сказки, книги они издали. И вот скоро они у нас уже выпустятся. И уже потихоньку даже мы их распространяем по нашей республике, где ведутся национальный эвенский язык. Опытный педагог проводит занятия с элементами эвенской культуры и языка. Дети с удовольствием учат новые слова и действия. Хорошо? Так. Вот. Энет. Так, оденем. Будешь ты у нас таким. Так. Ты будешь тихо. Вот. Угу. Угу. Так, и у нас будет. Ну, давай, Эрик. Так. Ну, давайте, встали, ребятки. Харли. Идем, мы гуляем. Везде у нас по лесу едем. Ну-ка, как у нас олени скачут? Пойдемте. Фу-у-у. Ну-ка, олени. Вот так. Олени вот. Фу-у-ка, хорошо. Я вас буду подгонять. Ну-ка, быстро, быстро. Эм-мач, эм-мач, эм-мач. Вот. Хорошо. А теперь мы приехали в лес. Везде у нас большие... Большие у нас деревья. Так. Идите за мной. Ага. Идите так. А ну вот. Ага. Вот. Там у нас есть деревья, ребята. Хя-ки-то. Ну-ка. Хя-ки-то скажите. Хя-ки-то. Ага. Есть хя-ки-то. Аг-джан, аг-джан. Ну-ка, покажите. Аг-джан, хя-ки-то. Качукан. Качукан. Ага. Аг-джан. Качукан. Ага. И вот. Хеги. Бегни. Аракни. Арак? Аракни. Арак. Не? Не лу. На луки. На луки. Ага. Амни. Это волк, да? Арак. На лакат. На лакат. Амни. Амни. Аракни. Не лиса. Куличан. Куличан. Ага. Арак. Ни? Арак. Арак. Монрукан. Ну-ка давайте. Мы будем прыгать как монрукан. Монрум, монрум, 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 монрукан. Молодцы. А как у нас ходит накат? На коту. А я на кот. Так, вот, молодцы. А вот, это на руки. У-у-у, делаем. У-у-у, вот, молодцы. Вот, а где у нас хуличан? Или хуличан? Вот, ну-ка, хуличан. Как ходит хуличан? Вот так вот, иди. Эмни, хуличан. Эмни, эмни. Вот так, молодец. Проводите ли вы работу с молодыми родителями, чтобы они больше говорили с детьми на родном языке, учили их в доме? Да, мы постоянно с ними общаемся, работаем, говорим, чтобы они, это, даем им словари. Вот у нас сейчас стали дети уезжать рано, и мы им даем разные методические пособия, где мы им обучаем, чтобы они учили. Самому простому, то, что у них, мы не говорим, чтобы они готовили, вот это надо, все у них перед глазами. Тот же лед, тот же снег, тот же материал, когда они строят эти палатки, жерди, они считают, что надо 9 жердей, надо, это, лед надо столько принести. И детей учат этому, там, математики они учат, и тут же у них развивается трудовое. Вот нынче, я говорю, у меня родители очень-очень хорошо помогли, вот сделали своими руками инструменты, которые давно, их уже почти даже нету. Тот же самый кардэ, чучун и вот толки. Я думала, толки мне не смогут, но, видите, сделал папа, который видел, как у него в роду это делается, потому что его мама работала в пошивочном, он видел, и вот на основании этого он сделал. Мы самые первые, вроде, проводили северное многоборье, это тоже в 2007 или 2008 году, это где у нас был конкурс на собачьих упряжках. После этого у нас мы стали проводить эти игры постоянные, ну, и вот сами, наверное, в курсе были. Сейчас мы тоже готовимся к этому нашему традиционному празднику. День или не буду прошло у нас, и теперь вот девочки, конкурс девочек был, и сейчас вот конкурс мальчиков будет. Оран, тегалде, герли, поскакали, герли. Вот, га, вот мы пришли. Здорово, УП! Здорово, УП! Здорово, Умака! Ух! Так. Бабушка вас не знает, она хочет познакомиться. Га, давай! Да, Би Горбагу, Гонганди, Гаги, Горбагни. Би Горбагу. Утро Света. Меня зовут Света. Ага. Би Горбагни, Гонганди, как тебя зовут? Ага, Би Горбагу. Би Горбагу. Аллатли, Аллатли, тебе боджик. Ага. Горбагни. Би Горбагу. Би Горбагу. Ама. Амалия. Би Горбагу. Би Горбагу. УП Света. Хи Горбагни. Би Горбагу. УП Света, Хика Горбагни. Би Горбагу. Би Горбагу. Би Горбагу. «Асадкан, яд да? Нет, это дева, асадкар, асадкар работает, да? Асадкар, яд да? Мон, дай, делают шкуру, ага, вот, оленья шкуру, ищу, да? Торгаси. Вот такой торгаси делают. Асадкар вот такой торгаси делают. Инструмент называется талки. Талки. Я отдан талки. Это как крокодил. Это как крокодил. Талки. Шкуру. Это инструмент. Чучун. 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 Как крокодил? Давай. Чучун. 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 Для кого это ружье? Для мать. Няри? Няриканду. Няриканду охотиться будет. Рык? Рык-як? 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 Ценность каждого дня, проведенного в саду ребенком, невозможно переоценить. Детишки в полной мере получают здесь знания, развиваются духовно и физически, готовятся к школе. В этом огромная заслуга педагогического коллектива. Конечно, сами воспитатели отмечают, что нет творческих командировок, встреч и обмена опытом с другими районами. И приходится самим работать над методикой, создавать и внедрять свои наработки. Радуются, что родители помогают и активно принимают участие в жизни садика. Для Яны Геннадьевны Абрамовой этот год выпускной. Ее дети, которых она приняла несколько лет назад в ясельном возрасте, нынче идут в школу. Очень жалко расставаться с детьми, говорит педагог. Радость и гордость за своих подросших воспитанников сквозит в каждом движении слове педагога. И чувствуется крепкая связь и понимание между детьми и воспитателем. Сейчас я заметила, вот именно вот моя группа, уже как-то интерес появился. Они вот прямо рвутся. Екатерине Гаврилин у нас учитель эвенского языка. Каждый день они хотят, вот хотим эвенский язык. Уже и слова как-то, уже заинтересованность у них появилась. Раньше вот, когда я работала с ними, такого как-то особо не было внимания. А сейчас у них заинтересованность, прям я аж верну их. Как эвенский? Математика сегодня? Нет, эвенский хотим. Ага, красным цветом сделай-ка точки, кружочки сделай. По какой программе вы работаете? По программе от рождения до школы по Васильевой. Вот, и мы как бы национальный компонент, конечно, стараемся вводить. Даже утром, например, здороваемся на эвенском. Например, Таганмэй Галданук, возьмите стулья, там, дети Алагда, там, спасибо, говорят. Какие-то вот, например, у нас тоже вот учитель, он старается, чтобы мы везде применяли эвенский язык. Ну, даже в оформлении. Старайтесь, говорят, в овенском, это, коловите сделать. Жалко, наверное, отпускать детей в школу, да? Да, так жалко. И сейчас с нуля. Ну, малыши тоже очень неплохо. Как пластилин лепишь из них. Так, это так, вот такой был. Сейчас вот смотришь уже, вроде бы в веслях вот такие были. Плаксы. Говорить не могли. А сейчас уже вот и разговаривают. Здесь, Гуля, еще нарисуй кружочек. Вот такой кружочек, видишь, нарисовала его. Смотри. Здесь еще нарисуй. Вот такой же. Ага. Дядь, неси. Нарисуй там оленя, можешь. Вот видишь, у тебя оленя там нарисована. Посмотри-ка. Сделай овал, палочки четыре. Здесь тоже палочка и овал. Это как олень получится. Так, Игуль, молодец. О, молодец. Так, сейчас повесим, сейчас закончим. Вы садитесь пока. Молодец. Это что, медвежьи следы, да? Молодец. Молодец. Да. Ага, молодцы. Очень хорошо, ребята. Ага. Мишенька нарисовал. Молодец. Надо отметить, что поселковый конкурс среди мальчиков дошкольного возраста «Оня Молган» перерос в республиканский и нынче проводится для дошкольных учреждений северных районов. Сам конкурс готовит мальчиков к взрослой жизни уже в детстве. Метание аркана, прыжки через нарты, перетягивание палки, борьба. Все эти элементы позволяют юным спортсменам постигать не только культуру своего народа, но и физически расти и крепчать. И как истинные мужчины, мальчики старательно обучаются всему, закаляя свой характер и силу воли. С большим удовольствием юные таланты исполняют песни на родном языке и держатся на сцене уверенно и легко. ПЕСНЯ 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 Ветеран педагогического труда Екатерина Гаврилевна Голикова с большим воодушевлением рассказывает нам о своей работе. Она больше 45 лет отдала воспитанию детей. Трудовую деятельность начинала нянечкой, работала воспитателем, заведующей детским садом и последние 10 лет преподает эрвенский язык. Сейчас нынешние дети, я скажу, что с ними как-то легко, потому что вся сильная группа начинаем говорить, ну, хотя бы немножко, но они говорят, понимают. А так вообще же не понимали, когда я вначале работала, вообще не понимали. А сейчас хоть понимают, эмни, тегли, вот так они понимают. А воспитателей тоже так же я учу, чтобы они говорили постоянно на родном языке. Но тоже очень трудно идем. И вот вы сейчас видите, что они все в костюмах, родители как-то заинтересованы. Но с родителями все равно работа большая требуется. Еще, видать, не поняли родители, что надо знать родной язык. Но все с тем хорошо, что вот через WhatsApp мы им консультации даем по военнскому языку. И вот они читают и вынуждены стихи учить или там язык учить, вынуждены. Потому что они хотят видеть своих детей где-нибудь на каком-то конкурсе. В основном конкурсы стараемся здесь проводить. Конкурсы «Хони Нериканы», «Хони Асадкан» делаем. Всякие вот конкурсы. «Алло, мы ищем таланты». Вот стараются они тоже. Я не скажу, что я очень хорошо разговариваю на военском языке. Если так сказать, я много слов не знаю. Много слов. Читая вот эти, как его, «Эведи», «Нюшеди», «Торарук» читая, да, оказывается, я много слов не знаю. Иногда. «Ой, мы же раньше так говорили же». Вот так читаю, а-а-а, вот и вспоминаю. Очень, очень хороший вот «Торарук». Василий Афанасьевич Кеметина написал. Мне кажется, У нас букв не хватает каждого алфавика. Там надо добавить, наверное, буквы. Например, нет у нас таких букв, как «Н», вот с мягким знаком. Вот. Или «Х», «Х». Ну, вот такая, как латинская. Вот такая буква. Ну, «Э» есть, «Нэ» есть. Ну, где-то пять букв надо, наверное, уже добавить. Я так думаю. Потому что мы вообще неправильно говорим, оказывается, когда мы читаем. Но это, говорят, литературно так должно быть. Я не знаю, почему так. А так я иногда сама, иногда возьму любую книгу, я сама не понимаю там, о чем там сказано. Там уже много работы надо делать. Конечно, сегодня много проблем у учителей родных языков. Зачастую не хватает методической литературы, словарей, учебников нового поколения. Мешает также и несовершенная орфография, когда напечатанные в книге не понимают зачастую сами носители языка. Педагоги работают над решением этих проблем. И только сообща все вместе, ученым, педагогам, госслужащим медсестерства, можно создать комфортную среду для изучения родных языков. Но сегодня именно на педагогах и держится образовательный процесс, и звучит родная речь. Все воспитатели детского сада имеют профильное образование. В той или иной мере владеют овенским языком, любят свою работу и постоянно повышают свою квалификацию. По какой программе работает детский сад, по какой методике, что вы детям и родителям предлагаете? Мы работаем по программе «От рождения до школы». Веракса – автор. Обучение, воспитание у нас ведется на русском и еванском языках. Также у нас в детском саду есть методический консультационный центр «Оринкен», который помогает родителям кочевых семей воспитывать и обучать своих детей, которые находятся в стадии с ними. То есть еще мамы могут прийти и получить консультацию в саду? Да, могут прийти. Да, у нас есть узкие специалисты, логопед, психолог. Также работают воспитатели, музыкальные руководители есть, учителя венского языка. И все они могут дать консультацию. Мы проводим, ну, конечно, последние годы из-за пандемии такой сильной возможности не было, но у нас всегда мы проводим различные мероприятия, семинары, тренинги для родителей кочевых семей. Приоритетное направление нашего детского сада – это сохранение культуры и языка народов и венов. Также в прошлом году для нашего детского сада администрация Тампонский национальный и венский наслег участвовала в гранде «Полиметалл» и выиграли 1,5 млн рублей. Гранд был на тему сохранения культуры, традиций, обычаев и языка народов севера. И мы вот эти средства направляем на закупку компьютерного класса, виртуального класса, который будем уже обучать уже новыми современными средствами, будем обучать и венскому языку. Детей больше становится, и вот поэтому есть над чем работать. Мы с большим удовольствием погостили у самых маленьких жителей села Тополинова. Пусть в светлом и теплом доме не смолкает детский смех, звучит родная речь, и каждую весну выпускаются будущие школьники счастливого детства и солнечных дней. Несал Кангрубде Аймакарь. Субтитры создавал DimaTorzok